Сегодня наш выпуск посвящен эволюции роботов Boston Dynamics и тому, как им удается оставаться самыми лучшими роботами в мире на протяжении стольких лет, а также тому, действительно ли они настолько круты. Бонусом в конце покажем самые эпичные провалы роботов Boston Dynamics. Ставь лайк, подписывайся на канал и будь в курсе всего самого интересного из мира технологий. Поехали! Если бы Boston Dynamics возглавлял Илон Маск, мы бы знали все про этих роботов из Твиттера. Но Марк Райберт не такой разговорчивый. И о том, что на самом деле происходит за кадром редких, но совершенно безумных видеокомпаний, приходится собирать по крупицам из предположений экспертов в области робототехники. Самый большой вопрос – насколько умны роботы Boston Dynamics? Совсем недавно все эксперты сходились во мнении, что компания не использует искусственный интеллект вообще. И машинное обучение, кстати, тоже. Только тщательно разработанные вручную классические законы управления, база которых, вероятно, была наработана еще тогда, когда Марк Райберт работал в Лэг-лаборатории. Вот лишь несколько из примеров его работ того времени. Такой подход не требует обучения, зато гарантирует стабильность и производительность, но в ограниченном диапазоне поставленных задач. Если вы измените задачу, вам придется изменить законы управления. Однако в прошлом году стало известно, что Boston Dynamics ищет в команду разработчиков, специализирующихся на машинном обучении, в частности, обучении с подкреплением. Такие инженеры нашлись, и, возможно, результатом этого стало новое видео с переработанным роботом Хэндл, который перестал показывать впечатляющие трюки, зато научился работать на складе. ПИК Буквально только что компания представила еще одного умного и абсолютно коммерческого робота. ПИК, по заявлению компании, это первое в мире решение на основе глубокого обучения для роботизированной деполитизации, то есть для разбора коробок с различным товаром с поддонов или конвейерной ленты. Уникальность системы в быстрой интеграции за счет простого графического интерфейса, объединяющего трехмерное и двухмерное зондирование с высоким разрешением. Робот очень быстро просматривает, квалифицирует коробки и определяет, в какую ячейку их помещать. Но вернемся к главной теме видео, а именно эволюции роботов Boston Dynamics и тому, как они работают. Первый известный робот компании – Биг Дог, представленный в 2005 году. Он был разработан в сотрудничестве с Фостер Миллер, лабораторией реактивного движения НАСА и Гарвардским университетом. Созданный специально для Дарпа, робот должен был переносить военные грузы по пересеченной местности, но оказался слишком шумным. Проект закрыли. Но Биг Дог не был бесполезен. На нем Boston Dynamics отработали алгоритмы передвижения, которые затем достались другим роботам компании, вплоть до робота Атласа. К ним мы еще вернемся в конце видео. В сентябре 2011 года был представлен Альфа Дог, созданный для Дарпа. Более выносливый и тихий, робот был оснащен системой стереовидения и лидаром. В 2012 появился Альфа Дог Протто с улучшенной системой поддержки Ledged Squad LS3. Ряд датчиков вдоль LS3 позволяет роботу следовать за человеком по пересеченной местности, избегая препятствий. Также робот мог сам идти по GPS или следовать голосовым командам. Кстати, в 2013 неожиданно напомнил о себе Биг Дог, который получил руку и научился швырять 15-килограммовые бетонные блоки, используя собственное тело как противовес. Выглядело впечатляюще. Cheetah стал третьим роботом, разработанным Boston Dynamics при финансировании Дарпа. Этот четвероногий робот разогнался до 46 километров в час, правда, на высокоскоростной беговой дорожке, получая питание от бортового гидравлического насоса. Такой невероятный результат достигается за счет использования роботом гибкого позвоночника, позволяющего наращивать скорость и длину шага. Автономная модель Cheetah получила название Wildcat, и на сегодня это самый быстрый четвероногий робот, способный бегать со скоростью 32 километра в час, не теряя равновесия. Пэтмен впервые появился в 2009-м и демонстрировал удивительную легкость вполне человеческой походки, основой для которой стал алгоритм, разработанный для Big Dog. Со временем робот, созданный для тестирования костюмов химзащиты, эволюционировал внешне и научился приседать, пригибаться, ползти и выполнять другие действия, так же, как выполнял бы их человек. А в 2013 году был представлен робот Atlas, самый совершенный на данный момент антропоморфный робот, основанный как на Пэтмен, так и на Big Dog. Его проходимость обусловлена способностью системы управления координировать движения различных частей его тела. Датчики стереозрения и дальности позволяют ему ориентироваться, избегать препятствий на его пути и манипулировать объектами в окружающей среде. Робот способен не только вставать при падении, но и делать сальто, а также заниматься паркуром. Сравнительно небольшой вес робота связан с использованием 3D-печати многих деталей. Разработчики признавались, что не могли найти для Atlas ничего готового, и большую часть деталей им пришлось изобретать самим. В 2015 году Boston Dynamics представила робота с электрическим и гидравлическим приводом по имени Spot, который умел свободно перемещаться как по открытой пересеченной местности, так и внутри помещений, преодолевая даже лестницы. Уже в 2016 компания показала уменьшенную версию робота под названием Spot Mini. Самый тихий из всех, полностью электрический, робот работает без подзарядки до 90 минут. Множество датчиков позволяет роботу свободно перемещаться по любой местности и выполнять некоторые задачи автономно. Spot Mini может быть оснащен захватом с датчиками силы. Он помогает роботу не только открывать двери, но и манипулировать хрупкими предметами. Исполнив в 2018 году зажигательный танец в целях саморекламы, в 2019 робот рассчитывает получить работу, став первым коммерческим роботом компании. Опередить его может разве что Хэндл, который изначально задумывался как робот, объединяющий лучшие качества ног и колес. Предполагалось, что он как Аквамен объединит два мира, взяв лучшие из каждого. Но на практике все получилось более приземленно, и результат мы вам уже показывали ранее. Хэндл гораздо менее сложный робот, работающий на тех же принципах динамики, баланса и мобильных манипуляций, которые можно найти в двуногих и четвероногих роботах Boston Dynamics. Но это не все роботы Boston Dynamics, был еще Little Dog, небольшой исследовательский робот для энтузиастов робототехники. Шестиногий робот Rise, способный подниматься по вертикальным поверхностям и менять позу, подстраиваясь под рельеф за счет микрозацепов на каждой ноге и хвоста. Герметичный робот с камерами для военных Arhex, способный преодолевать скалистую местность, песок, ручьи, грязь, железнодорожные пути и так далее. И робот SandFlee с четырьмя колесами, способный прыгать вверх на 10 метров, удерживая свое положение за счет использования колес в качестве гироскопов. Как и обещали, пара слов об алгоритме походки Big Dog, который достался и другим роботам Boston Dynamics. Ноги робота оснащены гидравлическими актуаторами, на каждом из которых расположены сенсоры, которые контролируют положение сустава и силу. У Big Dog таких сенсоров 50. Бортовой компьютер робота координирует положение ног и высоты тела во время передвижения. Он также отслеживает силу взаимодействия с землей, чтобы обеспечить устойчивое движение. Контроллер распределяет нагрузку между ногами, чтобы оптимизировать их несущую способность. Системы управления используют информацию от суставного датчика, чтобы определить, находятся ли ноги в настоящий момент на земле и какова на них нагрузка. Алгоритм состояния реализует правильное движение ног на неровной поверхности. Это позволяет контролировать повороты, шаг и высоту тела относительно земли, тем самым давая возможность Big Dog адаптироваться к изменениям ландшафта без датчиков более высокого уровня восприятия местности. Роботы Boston Dynamics адаптируются к местности двумя способами. Они регулируют высоту и отношение тела к ландшафту и контролируют, куда ставить ноги. Тот же механизм работает при прыжках, бросках и толчках, например, Атласа. Все тело робота стремится занять равновесное положение, правильно распределяя нагрузку и используя конечности в качестве противовесов. Голосуйте лайками, если видео понравилось, и пишите в комментариях, какие вопросы еще остались. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok